Игорь Дадон призывает к диалогу социалистов, демократов, партию действий и солидарности, платформу «Да». Глава государства написал в соцсетях, что поддержит любое решение, которое обеспечит стабильность в стране. В то же время президент объявил, что готов обсудить предложение ПДС о досрочных выборах. Игорь Дадон написал, что заметил отчаяние, с которым олигархи продолжают покупать депутатов в желании добиться власти. Они надеются, что так им удастся спасти себя. Убежать от уголовной ответственности за банковское мошенничество и все их незаконные схемы. Они надеются не вернуть украденные деньги, а подкуп депутатов и создание хаоса – единственное средство избавления от наказания, отметил глава государства. Президент страны говорит, что сейчас главный вызов для антиолигархических политических сил в парламенте – не допустить, чтобы группа Плохотнюк-Шорканду снова взяла под контроль власть, а страну в плен. Чтобы искоренить планы Плохотнюка и Шора, необходимо, чтобы ПСРМ, ПДС, ДПМ и ППДП проявили политическую ответственность. Вместе нашли лучшие решения для того, чтобы в парламенте Молдовы не был установлен хаос и анархия, отметил Дадон. Глава государства также добавил, что окажет поддержку антиолигархическим партиям, как и год назад, и примет любое решение, которое обеспечило бы стабильность страны и безопасность граждан. Он написал, что в равной степени готов поддержать как нынешнюю власть, таки другую правительственную формулу, в которой более важную роль сыграет ПДС и ППДП, если эти партии действительно готовы взять на себя ответственность в управлении нынешним кризисом в области здравоохранения и экономики. Президент заявляет, что может также поддержать проведение досрочных выборов, если будет уверен, что такое решение отвечает интересам граждан. В ближайшие дни глава государства начнет переговоры с антиолигархическими политическими партиями, чтобы найти консенсус.